Продолжение следует... Это не только личное между вами и Богом, это индивидуализм. Индивидуализм — это мирское понятие. Потому в общении лидеры подотчетны друг перед другом. Пастор, основной лидер, подотчетен остальным лидерам. Все лидеры подотчетны главному пастору и друг другу. И члены общины подотчетны друг другу. Вот что означает двухсторонняя стрелка. Они также подотчетны лидерам. И, с другой стороны, лидеры подотчетны перед членами. Это значит, что лидеры говорят своим членам, чем они занимаются, и пытаются направить их в соответствующее направление. Поэтому община в единстве. Если у членов нет особых причин не соглашаться с лидерами, тогда они должны поверить, что Бог направляет лидеров. Но если у них есть веские причины, то они могут объяснить эту причину, что воспрепятствует лидерам принять верное решение. Но если лидеры не согласны с этим, и это не противоречит Писанию, то когда у учеников общины будет собственное мнение, они подчинятся и поддержат лидеров. Подотчетность не означает, что лидеры подотчетны членам общины, но они несут ответственность перед членами общины, позволяют членам делать свой вклад, рассказывать о происходящем и принимать во внимание их слова. Члены ответственны за подчинение лидерам общины. Вот почему мы верим в то, когда встречается вся община. Не из-за того, что в общине управления происходит с помощью голосования, они не избирают лидеров. Предлагаю кандидатуру такого-то в пастора. Затем проведем выборы. И в общине люди соревнуются друг с другом. Этого нет в Библии. Баптисты так делают, но этого в Библии нет. Это более органично, как в семье. Поэтому вы видите, что подотчетность идет вверх и вниз в обоих направлениях. Это создает здоровую общину. Иногда возникает такая проблема, когда пастор думает, что он диктатор. Я знаю одного пастора, потому что это было ему присуще. На собраниях он был открыт и рассказывал то, что он делает. Он рассказывал им о своем направлении. Это было ужасное направление. Большая часть общины не была согласна с ним. Но он по-любому это сделал. Снова и снова и снова. И в конце концов порастерял большую часть своей общины. Еще лишнее доказательство того, что лидеры не следуют за общиной, но ведут общину. Теперь. Одна из современных проблем, особенно в харизматическом движении, модель, которая называется независимая большая церковь, во главе с очень харизматичной личностью. Он становится тираном, диктатором. Первоначальное значение слова «тиран» не означает, что этот человек плохой. Но означает «абсолютный правитель, который делает абсолютно все, что хочет». Он придет и будет учить. Я Божий помазанник. Бог помазал меня, и вы должны делать все, что я скажу. Также он указывает на места Писания, чтобы доказать это. Он может создать очень большую организацию. Некоторые из этих людей придерживаются того, что называется учением о процветании. Такого нет в Бразилии, не так ли? Знаете, откуда появилось это учение? Учение из города в Соединенных Штатах. Кто знает город в Соединенных Штатах? Где? Тулса, Штат Оклахома. Они установили модель, которую я называю «Царственный пастор». И иногда я посещаю различные культуры, которые приняли эту систему. Я видел это в Африке, где главный лидер был кем-то вроде племенного вождя, который проводил подготовку всех к слуху. Прямо как при царском дворе. В США один человек перед въездом в какую-то страну говорит, что он приедет только при условии, если его поместят в самый лучший отель, где стоимость номера в отеле от 5 тысяч до 10 тысяч за ночь. У него есть Роллс Ройлс, Мерседес Бенз, Ролекс, о нет-нет-нет, Ролекс слишком дешевый. У меня есть очень дорогие часы из универмага Уоллмарт. Стоят 10 долларов. Это хорошие часы. Водонепроницаемые. Хотите услышать небольшую историю о богатстве? Это образ мышления. Один из членов моей общины был ювелиром. Он продавал дорогие часы. У моего отца были швейцарские часы, в которых было вставлено 17 драгоценных камней. Если вы откроете их, то увидите, какие они красивые. Эти небольшие колесики, пружинки. Удивительно, у меня они есть до сих пор. А сейчас в часы встроены компьютерные чипы. И я говорю моему другу, Берни, теперь у нас есть компьютерные чипы. Какова разница между моими часами Таймекс за 25 долларов и часами Ролекс за 300 долларов? Потому что он продавал эти дорогие часы. Он посмотрел на меня и сказал, ты хочешь знать правду? Детали часов одинаковые, нет никакой разницы. Только снаружи золотое обрамление и бренд. Внутреннее наполнение тоже. Мои часы работали 6 лет на одной и той же батарейке и всегда показывали правильное время. Это просто вопрос статуса. Итак, царственные пастора хотят получить статус. И вот что они говорят. Дай мне деньги, и ты станешь богатым. Ты сможешь стать таким же богатым, как и я, потому что ты ребенок царя. Бог хочет, чтобы у тебя было много денег. И не давай деньги Марселло. Дай их на мое служение. Потому что у меня есть вера. Если ты дашь деньги мне, то ты станешь богатым. Ведь у Марселло нет достаточно веры в то, что ты станешь богатым. Ты должен дать деньги служителю, который верит, что ты станешь богатым. Марселло, я не шучу. Они так и говорят. В Библии возникает большая проблема по этому поводу. Ведь в Библии существуют отрывки о вере, которые лжеучителя никогда не читают. Откройте 6 главу 1 Тимофея. Послушайте это. «То учит иному и не следует здравым словам Господа нашего, Ишуа Хамашех. И учение о благочестии тот горд, ничего не знает». Но заряжен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распли, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. «Которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых». «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие». «Которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Эти пастыра никогда не читают это место Писания. Никогда. В их Библии этого просто нет. «Когда мы говорим о прозрачности и подотчетности, что также включает вопрос денег, потому что, как вы видите, царственный пастор и учитель не хочет рассказывать людям, каким образом он расходует деньги. Был известный американский философ. Финнеас Тейлор Барнум. Слыхали о нем когда-либо? Он был основателем американского цирка «Цирк Барнума и Бейли». Где-то сто лет назад. Вот что он сказал. «Каждую минуту рождается простак». Есть достаточно наивных людей, которые поверят в эту глупость. «Учит ли Библия процветанию?» «Да». «Учит ли Библия, что поможет людям выйти из состояния бедности?» «Да». «Бог против того, чтобы у вас была приличная машина, дом и обеспечение?» «Нет». «Но вот библейское правило процветания». Процветание в Новом Завете после изучения всех отрывков «Посмотрите на простую жизнь апостолов». «Бог обеспечит обильно всем тем, что вам нужно для того, к чему Он вас призвал». «Если Бог призывает вас к чему-то, то Он обеспечит». «Призван ли ты воспитывать детей?» «Он обеспечит». «Призван ли ты достигать определенное общество?» «Он обеспечит всем». Итак, «Норма, мерило для Божьих людей в сфере денег — это скромность и умеренность». «В разных культурах по-разному определяет скромность. это значит, что пастор живет в рамках уровня дохода, сбалансированного между теми людьми, которых он ведет. так, что он может обеспечить себя и свою семью и образование для своих детей». «В Библии говорится, что хорошо платить пасторам. не бедно». «Но там не говорится, что пастора должны жить в замках и водить Роллс-Ройсы». «Если богатый бизнесмен живет в особняке, водит Мерседес, у него есть яхта, и большую часть своего дохода он отдает на Царство Божие, если бог хочет, чтобы у него были эти дыры, то я скажу вам «мазл тоф». Но большую часть его прибыли он должен отдавать, так как он закладывает основание, которое будет использовано для Царства Божьего. Библия предупреждает богатых использовать свои деньги в основном для Царства Бога. Поэтому пастора, полновременные служители, не берут миллионные зарплаты как учителя процветания. Они не живут в особняках. Обычно они живут в соответствии с окружающей их культурой. Скромность в Соединенных Штатах будет на высшем уровне, чем скромность в Индии. Если мы говорим об этом, тогда самое важное, чтобы прозрачность была и в наших финансах. Я верю, что финансы должны быть публично обнародованы. В Соединенных Штатах было так много злоупотреблений этими богатыми служителями, что теперь налоговое ведомство США усложняет процесс для всех церквей. И теперь они издают законы, в которых требуют предоставления отчета о трате финансов. Существует даже законопроект по ограничению зарплаты некоммерческих лидеров-пастеров, так как мы не управляем сами собой, поэтому это приходится делать государству. Это позорит нас. В нашей структуре вы сможете узнать данные о зарплате, административные издержки, комиссионные, издержки на содержание офиса, транспортные расходы, образования, книги «Лидерство во взаимодействии» вы даже сможете найти на 75-й странице сколько денег я зарабатываю. Да, купите мою книгу. Если вы ее купите, то будете процветать. Вот, посмотрите сюда. Зарплата Дэна Джастера. Затем зарплата и проживание Эндрю Шишкова. Джерри Миллера, Марка Чапинского, Рона Кантера. Знаете, что он живет теперь в Израиле? И зарабатывает всего лишь 4 тысячи долларов. Зарплата офисных сотрудников, поклонения, евангелизация, миссионеры. Да, это мой доход за год. Шабатная школа, служение подросткам, женское служение, общественная работа, рассылки новостей, телефон. Все это здесь. Я настолько прозрачен, что издал книгу. Я хочу, чтобы люди знали. Они дают деньги. А на что деньги тратятся? Захотели бы те, кто в категории процветания такой прозрачности? Или же они так обманывают людей, что могут взять 1 миллион долларов в качестве зарплаты? Но вы видите, эта идея подотчетности не только для пасторов. Я скажу, сколько зарабатываю. Тогда я хочу знать, что члены дают десятину. Я не буду спрашивать их об доходе, но мне надо знать, что они дают десятину. И в основном они хотят использовать деньги для Божьего Царства. Вопрос правильного использования денег один из самых больших в лидерстве. Хорошо. Вам нужно купить книгу и узнать, сколько я зарабатываю. Хорошо. Вот что мы сделаем. Вот что мы сделаем. Мы сделаем второй небольшой перерыв. И потом возвращаемся и поговорим о дисциплине. Вы, конечно, понимаете, что я не смогу рассказать о всех темах книги. Поэтому на следующей неделе Матить Ягу переведет ее на португальский язык и раздаст всем вам. Верно? Да, тебе нечего будет делать, поэтому переведешь книгу. Он очень сообразительный. Он сказал, это моя обезьяна, я убью ее и устрою приличные похороны. Видите, какой он хороший студент и как он быстро учится. Вы понимаете, что все, о чем мы говорили, это тайм-менеджмент. Прежде чем мы приступим к следующей теме, хочу сказать только одно в отношении общины. Царство Божие распространяется более всего по вечерам и по выходным. Почему? Потому что люди должны днем работать. Это так просто, не так ли? Поэтому я говорю людям, и в Бразилии это очень ясно, Я говорю, что первая часть вечера должна быть посвящена семье. Ужин. И вторая часть вечера – это деятельность в общине. Может быть, вы общаетесь с посетителями общины, которые еще не знают Ишуа. Может быть, в малой группе. Может быть, вы учите кого-то. Может быть, вы призваны в группу поклонения и ходите на репетиции. Но большинство вечеров в сильных общинах посвящены работе в общине. Поэтому иногда есть семейные вечера. Мы всегда ужинали всей семьей, проводили качественное время вместе. Затем у нас были мероприятия в общине, кроме нашего выходного дня и выходного дня на выходных. Вы можете поступать так же. Никакой разницы между пастором и членами. Община не будет сильной, если вечера не посвящены телу Христа. Я только хотел сказать это. Каким образом вы распоряжаетесь своим временем – очень важный вопрос. Одна из проблем, которая возникает в общиной жизни – всегда будут плохие люди, нехорошие. Кто знает, что такое происходит? Могут быть плохие люди или те, которые делают плохие дела. Очень, очень плохие вещи. И если вы планируете созидать общину, которая придерживается некоторых стандартов святости, то вам следует вообще не применять наказание. Если вы принадлежите к одной из этих мега-общин, где люди не знают друг друга, они приходят, отдают свою десятину. Если кто-то приносит неприятности, то их выгоняют. Но не существует достаточной близости среди людей и взаимоотношений между ними. Поэтому давайте рассмотрим 16 главу Евангелия от Матфея. 13 стих. «Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, Баптиста. Его можно найти в Баптистской церкви. Это правда? Моя жена думала так, когда еще была маленькой девочкой, потому что она была из Баптистской церкви. Она знала, что это правильная церковь, потому что Иисус туда ходил. По-любому, Йоханан Хамадбил, Йоханан Погружающий. Другие за Илию, а иные за Еремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Исповедание Иешуа – это центр в теле верующих. Потом Он говорит, «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. Я дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Это очень важная концепция. «Ты – Мессия». И означает «последний лидер Израиля». «Потому Он может делегировать власть». Он говорит, «Петр, ты – камень». Я не буду вдаваться в подробности Рима – католический камень или протестантский камень. Суть не в этом. Суть в том, что в этот момент Петр стал главным апостолом под главенством Иешуа. И Иешуа говорит Петру, что относится также и к другим апостолам. «Я даю тебе ключи Царства». Это очень важно. В Израиле в это время был переходный период среди лидеров, которые были у власти. В древнем Израиле юридической властью были наделены старейшины у ворот. Во всех городах и деревнях были старейшины, наделенные судебной властью. Когда возникало слишком трудное дело, то обращались к ним, прямо как апелляционный суд. Тори апеллировали к первосвященнику. Но ко времени Нового Завета, какова последняя инстанция подачи апелляции? Сенедрион. Но когда Израиль попал в Вавилонский плен, то старейшины уже не были в городе, а в синагоге. Старейшины синагоги. Последняя инстанция, куда можно было апеллировать, это Сенедрион. Раввины верили, что им передавались полномочия старейшин древнего Израиля. Во втором веке они верили, что стали преемниками этой системы. И они учили в первом веке, что у старейшин и Сенедриона находятся ключи от Царства Небесного. Ключи от Небесного Царства, как этому учат Мишна и Талмуд, говорит, что это власть с небес, открывать и закрывать двери, власть принимать законные решения в Израиле и полагать правовое превосходство закона. Вы все еще со мной? Вы все понимаете? Ключи от Царства Небесного помогут им выполнить две вещи. Они могут связать или запрещать поведение кого бы то ни было. и они могут развязывать, разрешить поведение. Вы знаете слова на иврите, да? Масур и Асур, разрешать и запрещать. Когда Ишуа говорит апостолам, и в этом случае Петру, я даю тебе ключи, и он говорит, что свяжешься на земле, то будет связано на небе, что развяжешься на земле, то будет развязано на небе. О чем он говорит? Он говорит им, что власть теперь дана им, параллель того, что было в Синедрионе. И они должны принимать юридические решения в теле Христа. Петр начинает с Верховного Суда. Все апостолы представляют Верховный Суд. И если апостолы — это Верховный Суд, тогда должны быть и низшие суды в структуре синагог, которые появятся в будущем, в структуре новозаветных синагог, в домах и в городе, где жили верующие, были старейшины. Хорошо? Видите это? Восемнадцатая глава Евангелия от Матфея. Древнейшие манускрипты отличаются от тех, которые мы читаем в 18 главе Матфея, стих 15. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». В некоторых манускриптах сказано «Если он согрешит против тебя», «но в более ранних манускриптах против тебя не существует». «И значит, что братьев и сестер нужно исправлять, даже если они не согрешают против тебя». Это видно в послании Галатам 6.1. «Если и впадет человек в какое согрешение, исправляйте такового». «Поэтому пойди и обличи его между тобою и им одним». «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». «Это очень важно». «Если только это не очень серьезный грех какого-то лидера». «Это невозможно применить, если пресвитер найден в прелюбодеянии». «Или хищении финансов». «Мы говорим об обычных людях». «В посланиях разбираются случаи греха пресвитеров, где есть небольшое отличие». «Суть в следующем. Если согрешит член общины, то об этом могут умалчивать. Но в случае, если лидер согрешит, то молчать не будут». «Вот в чем разница между грехом члена и лидером». «Но это абсолютно не означает, что лидера не нужно корректировать. Вы должны об этом сказать». «Только один человек не захочет подотчетности лидеров. Это царственный пастор». «Мы говорим об исправлении людей пасторами, а не пасторов — людьми». «Нет, такого не должно быть. Это относится к каждому. Никто не должен быть исключен». «Единственная разница в том, что когда лидер совершает серьезный грех, то это должно стать известно всем». «Вот в чем разница». «Но его также нужно будет исправлять». Матфея 18, 16. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». 16 стих очень важен. «Multo importante». Правильно? Почему? Потому что это отличается от личного исправления и находится в промежутке между личным и публичным. вы готовитесь к возможной ситуации, когда человек не примет исправление. Если он не принял исправление, его поступок стал публично известен, и человек не покаялся на второй стадии. тогда нужно идти дальше. Если он покается, то на этом можно остановиться. Покаяние подразумевает возмещение убытков. «Человек приносит кому-то ущерб, что-то украл, порочит чью-то репутацию, то он должен плохие последствия обратить в хорошие». Затем сказано, если человек не поступит так, то теперь нужно позвать двух-трех свидетелей. Это мерило можно найти в 19 главе книги Второзакония и в 1 главе. Второзаконие 19.15. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Итак, если он не послушает двух-трех свидетелей, тогда нужно будет сказать «Все общение». Здесь мы имеем дело с более маленькой структурой общины. Очевидно, что суть в том, что теперь вовлечены пресвитеры, потому что невозможно сказать что-либо общине, не сказал пресвитерам. И община хочет приобрести человека, чтобы он покаялся. И если человек не захочет покаяться, то он должен стать для нас как язычник или мытарь. мы не должны более принимать этого человека как верующего брата. Они более не будут в общине. Понимаете, о чем я говорю? Они удалены из общины. Это совсем не означает, что мы не пытаемся достичь их. Но, как говорится в послании к Коринфинам, мы не встречаемся с такими людьми для общения. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Заметьте, прежде чем применить это к молитве, значение отрывка здесь в юридическом смысле. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Поэтому Бог дает нам возможность применить юридическое решение в теле верующих. Хорошо? Это правило общиной жизни и святости. Это вовсе не означает, что все, что не сделает человек по ошибке, нуждается в обязательном исправлении. Но здесь мы говорим о серьезном грехе. Мы не говорим о незначительных, маленьких вещах. Потому что любовь покрывает множество проступков. Если обнаружен грех, все мы ответственны за то, чтобы исправлять друг друга. Давайте откроем первое послание Коринфянам. Пятую главу. Мы видим проблему аморальности. Мы видим проблему аморальности. У одного мужчины были аморальные сексуальные взаимоотношения с женой его отца. Она была его мачехой. И Павел говорит, что эта община в Коринфе духовно возгородилась. Как они могут духовно возгородиться, если в их среде такая аморальность? Для Павла тексты в 18 и 19 главах книги Левит говорят о разрешенных и запрещенных взаимоотношениях в сфере брачных взаимоотношений. Еврейский обряд обручения является частью церемонии бракосочетания, верно? Мы благословляем Бога за то, что Он позволяет или запрещает некоторые взаимоотношения. Откуда мы узнаем, какие взаимоотношения позволительны, а какие нет? Из Торы. Новый Завет этого не повторяет. Поэтому Павел говорит, чтобы они собирались вместе и приняли официальное законное решение предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Мучение пребывания за пределами тела верующих чтобы Он понял всю ответственность и серьезность греха и покаялся. Во втором послании Коринфяна мы видим, что Он покаялся. Это подводит нас к вопросу, какое количество греха приведет нас к тому, что называется отсутствием общения или же исключением из общины. И Павел дает целый список в 9 стихе. Я писал вам в послании не сообщаться с плудниками, не сообщаться с плудниками, впрочем, не вообще с плудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищниками. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Все эти грехи, которые описаны в Торе, наказывались смертью или изгнанием, если человек не каялся. Все эти грехи перечислены в Новом Завете и требуют исключения из общения, общины. С одним только дополнением. Отказ примириться с кающимся — это отвержение Евангелия. Поэтому Павел говорит, «Что мы должны прощать». В 18 главе Евангелия от Матфея Петр спросил, «Сколько раз мне прощать кающегося брата?» «Семь раз». Ешуа говорит, «Семи дежды раз семь». Одна большая ложь, которую дьявол подсовывает в церкви, а также в мессианском движении, поскольку мы не должны судить, но пустить все на самотек. дьявол играет с тем фактом, что слово «судить» имеет два значения, так как у большинства слов есть несколько значений. одно из значений слова «судить» — осуждающее отношение к другим людям. И Ешуа говорил, что у некоторых религиозных лидеров было такое отношение. И Он говорил, «Не судите, да несудимы будете». Но это совсем не означает, что вы не должны судить в отношении моральных вопросов. Вы должны постоянно судить, в смысле умения морального развлечения. продавец пытается надуть вас и всунуть вам некачественный товар. Если вам нельзя судить, то вы купите этот продукт. Я продам тебе робота, который будет убирать в доме, и будет чистить твою машину. Он будет открывать дверь. Он стоит тысячу долларов. Только заплати тысячу долларов, и ты получишь этого робота. Наверное, мне надо ему поверить, ведь я не должен ни о ком судить. Сара, я знаю, что уже был женат пять раз, но я уже изменился, и хотел бы жениться на тебе. Наверное, мне следует выйти за него замуж, ведь нельзя судить. Какие глупости дьявол забивает людям в голову? Павел говорит, что мы должны судить тех, кто находится в теле Христовом. Не должны ли старейшины судить? Не должны ли они выбирать людей в соответствии с развлечением их характера? Не является ли это вопросом развлечения? Как у вас вообще может быть община, если вы практикуете суд развлечения, скажем так? Какой-то товарищ приходит в общину и говорит, я пророк, послушайте, что я вам скажу. Ведь мы же не должны никого судить. Пусть он говорит все, что захочет, и мы поверим. Люди говорят такие глупости. Шауль говорит, что мы должны судить внутренних. И также в 1 Коринфянам 6, он говорит, если у верующих возникают споры друг с другом, то они не должны идти в светские суды. Но мы должны назначить людей, которые бы разбирались с этими вопросами. Он говорит в 5 стихе, он говорит, «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» 4 стих, «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не знающих в церкви?» Это косвенный упрек пресвятерам. Мы должны понимать, что пресвитеры функционируют в качестве судейства среди верующих. Даже если споры возникают в сложных финансовых ситуациях. Лидеры могут пригласить верующих адвокатов в качестве консультантов в каком-то спорном вопросе. нам запрещено вызывать верующих в суд. Если человек представляет опасность для общества и пресвитеры объявили о том, что он как неверующий, тогда ради других, а не ради себя, вы должны вызвать его на суд. Но во всех других случаях, если человек является настоящим верующим и возникает спор, тогда его должны судить пресвитеры, суд в теле верующих. И в первом веке суд в теле верующих прославился своей целостностью. И неверующие просили пресвитеров церкви рассмотреть их дела, а не в развращенных судах общества. В этом отношении пресвитеры должны пройти подготовку в своей юридической власти, как взвешивать доказательства, как принимать решение. В истории церкви это названо экклесиастическим судом, а в еврейском обществе функция бейт-ден. очень весомый момент лидерства. Члены общины должны поддерживать святость общины, внося исправление, если возникает грех. Это часть ученичества и часть общиной жизни. Если обнаружен грех пресвитера или диакона, и член общины узнает об этом, то об этом нужно рассказать другим пресвитерам. Это нельзя скрывать. Затем пресвитеры должны принять законное решение. Существует так много общин, которые не наказывают грех. И говорят, мы просто проповедуем благодать Бога. Они не понимают, что благодать Бога это изменяющая сила Бога, которая делает нас способными быть послушными. Благодать Бога не имеет ничего общего с потворством греху. В теле верующих должны поддерживаться основные нормы святости. Это возможно. Возможно? Кен. Да. Кен. 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 Кен.